Всем привет, вы на канале CryptoComments и что мы видим? Конечно же отскок, которого мы с вами ждали. Но знаете, тут уже был такой вариант, что как минимум отскок напрашивался, о чем вчера мы и говорили, что даже если это отскок дохлой кошки, то он все равно как бы уже произойдет. То есть тут уже так много было ликвидаций и стоп лосей задето и вообще всего-всего, что собственно я думаю вы ничему здесь не удивляетесь. Но смотрите какой момент. Я как вчера говорил настроен побычи, я думаю, что это вполне вероятно было дно, либо дно может быть чуть-чуть ниже, но даже если это было дно, не факт, что сейчас будет V-образное прям восстановление вот такое. Может быть такое, что мы вот сейчас потрогаем сетку или вот этот мувинг 200 на 4-х часовике, экспоненциальный 200 мувинг и улетим обратно. Вот куда мы улетим, вопрос, мы можем как минимум сходить на ретест двойного дна, например чуть ниже тела, но чуть выше тени свечи и потом только отскочить. Либо мы можем кольнуть еще чуть глубже на самом деле, тоже как вариант, и все равно потом отскочить и уже пойти наверх. Понимаете какой расклад? То есть сейчас либо сразу наверх, либо чуть вниз и коррекция. Сразу наверх немного менее вероятно. Короче говоря, три варианта, как всегда, ребят. Либо сразу наверх, либо чуть вниз и наверх, либо сильно вниз и наверх. Вот. И надо быть готовыми ко всему, что тут скажешь-то. Потому что, смотрите, если все будут ждать сейчас вот этого варианта, да, я смотрю, многие ждут пониже, говорят, мы еще вернемся, то возможно, возможно и не дадут. Возможно будет вишей при кавере. В таком случае вы должны быть уже хотя бы частично в ракете. Если же все будут ждать сейчас этой ракеты и переобуются, то мы можем сходить еще раз на прокол. Поэтому будьте готовы к тому и к тому. Держите средства и на покупку, и на продажу. Вот. Могу сказать, что делал я. Я лангую отскоки по трону и по БСВ. Потихоньку разгружаю. БСВ, видите, я выпрыгнул из него, и он полетел. БСВ с камина на 30% к доллару выросла, к биткоину тоже на 25%. Затарил Дэша на отскок, уже в плюс вышел небольшой. Спасаю свой кросс-марджин. Кто спрашивал вчера, где Дэш в портфеле, все на месте, ребята. Дэш биткэша чуть докупил на споте, перевел сюда. Все на месте. Спасаю, держу, жду как минимум пару-тройку иксов. Вот. И, собственно, что? На самом деле, хотел не об этом сегодня поговорить с вами, а о том, что вы, дорогие мои подписчики, нас, кстати, с вами уже почти 69 тысяч, что просто является безумием каким-то. Я даже не знаю, как выразить. Вы самые крутые. Я вижу очень много позитивных комментариев. И в чате общения, несмотря на прошедшее падение и множество ликвидаций, да, и стоплосей. Я вижу, что спекулянтов вытряхивает потихонечку с рынка, а нормальные ребята остаются. И так всегда и было, и будет. Вот. Ну, что я вам хочу показать сегодня? Так это ваши скрины, ребята. Ваши скрины наших подписчиков, которые вы присылаете мне в личку. Есть очень неплохие интересные мысли. Вот Владислав Витальевич пишет, что обнаружил на графике интересную трендовую линию. Посмотрите. Вот такая трендовая линия, которая выступала с сопротивлением на пике бычьего рынка 2013 года. После этого она была с сопротивлением на отскоки дохлой кошки в 2019 году. И после этого, посмотрите, когда мы ее пробили, она была также поддержкой, удержалась после перебития All Time High в 2021 году. Китайский ФАД в конце весны, летом этого года тоже смог удержать эту линию, ненадолго проколов ее. И сейчас мы уже второй раз ретестируем ее как поддержку. Смотрите, предыдущий дамп сентябрьский и вот этот декабрьский дамп тоже. Не могу сказать, что это прям очень значимая линия пока что, но интересное наблюдение, что знаете, как из истории, предыдущее сопротивление становится поддержкой. Это мы сейчас здесь и видим. То есть вот здесь у нас был как бы ложный пробой этой линии с пиком бычьего рынка, да? И вот сейчас вроде как мы ее держим. Интересно, интересно. Штука, за которой можно понаблюдать. Дальше поехали. Товарищ Олджи пишет про Dash. Ребята, вы же все хотите про Dash. Удержал тренд еще с 16-го года. По треугольнику цель почти 2К. Ребята, я еще раз большой респект вам выражаю, что вы мне шлете вот такие нормальные темы. Приятно читать. Да, смотрите. Кстати, товарищ Олджи, ты в курсе? Я не знаю, что EMA Ribbon не обязательно делать кучу индикаторов. Ты можешь просто один индикатор EMA Ribbon найти. Крипт. Он все в одном. Вот. Короче, смотрите, какая тема. Удерживаем мульти-годовую, как это сказать, многолетнюю трендовую, вот, которая аж 2014-го. Да, у нас был прокол под нее, вот здесь. Но когда мы, вот, когда мы удержали ее как поддержку, отбились, и у нас начался мега-булран. И здесь мы снова, смотрите, держим ее раз, два, три касания уже. Ну, можно еще считать вот это четвертым и пятым касанием. Очень сильная трендовая по Dash, которая длится уже много-много лет. Гораздо больше лет, чем многие щиткоины, которые по 100x of дают. И вы сейчас на хаях покупаете. Надеюсь, что вы не покупаете. То есть, в принципе, можно уважать эту линию, на мой взгляд. Потом по биткоину смотрите еще, что пишет товарищ. Что вот у нас есть по технике криптофейса, как я понимаю, это спайдер, сетка паука, паутина. Когда вы проводите по предыдущим пикам и нынешней поддержке, да, вот такие штуки. Вот мы тут удержали. Можно было провести по предыдущим пикам. Отбились четко от нее. И сейчас по предыдущим пикам вот так проводим. Мы снова отбиваемся по ходу четко от нее, от этой линии. Так что пока мы выше этой трендовой, все еще у нас хорошо с точки зрения бычьего рынка. Ну и вот Максим прислал интересный скрин и говорит, что это значит. По поводу XRP. Я вам хочу сказать, это не только по поводу XRP. Это и по поводу Dash, и по поводу Litecoin и многих монет старых. Вы видите график цены, наложенный на график активных адресов. То же самое, что мы видим, кстати, и по биткоину, и по эфиру. Но у биткоина и эфира это уже выражено в цене. А у XRP, у Dash, у Litecoin это еще нифига не выражено в цене. Посмотрите. Количество активных адресов на all-time high практически. Да? Ну небольшой, небольшой спад мы видим. В цене это еще никак не отразилось. То есть посмотрите, с точки зрения массовой адаптации, массового принятия, у нас с вами all-time high. Как и по хешрейту многих монет, которые майнятся, так и по объему новых пользователей, мы видим, что это бычий тренд принятия. Соответственно, в цене это не отражено только пока. Нужно понимать, что это падение, это временное явление. И в какой-то момент, как мы знаем, эти монеты очень резко пампятся. И когда уже это будет отражено в цене, вы все побежите покупать, вот тогда будет поздно. Поэтому глобально вполне себе нормально. Так что подписывайтесь к нам в телегу, скидывайте свои идеи. Буду рад ими дальше делиться в следующих видео. Ну а пока, как я уже сказал, присматривайте за вот этой сеткой, где мы сейчас находимся. Присматривайте за вот этой сеткой. То есть, конечно же, мы не пойдем сейчас прямо на Луну отсюда вот так вот. Скорее всего, будут коррекции. И будьте готовы к этим коррекциям. Прячьте свои стопики и ликвидации как минимум за вот этими тенями по всем монетам. А глобально, там говоря про спот, про инвесторские, да, то даже еще ниже имеет смысл ставить ведра. Вдруг нальет. С чем черт не шутит. Вдруг нальет и отскочит. Но если туда не спуститься, то здесь тоже уже нужно быть частично в ракете. И готовиться к продолжению роста. Потому что, сами все видите, сейчас будут рисовать хорошие плюсы. Мы отскакиваем. Шортистов немного больше, чем лонгистов в данные 5 минут. За час тоже шортистов больше. То есть, в принципе, за 4 часа тоже шортистов больше. Так что, в принципе, задача манипулятора, можно сказать, выполнена. Вон, даже за сутки. Мы видим, что шортистов в среднем, ну, здесь 50-50, ладно. Так что, друзья мои, торгуем аккуратно. Скидываем на холодные кошельки, если есть что скидывать. Вот. Добираем просадки и уважаем тренд. Тренд у нас с вами, кто бы там что ни говорил, восходящий. Тренд у нас восходящий. И мы прямо сейчас на недельном таймфрейме снова тестируем нашу глобальную поддержку. Это сетку средних скользящих супергупи в данный момент. Так что я все еще верю, что мы идем туда. Напишите, верите ли в это вы. Если не верите, то хорошо. И напишите также, какой у вас план игры, глобально и локально. Вот. Ну и по BTC доминации, кстати, тоже мы видим на недельном таймфрейме, что она все еще сползает вниз. Правда, сила медведей здесь, конечно, ослабевает. В любой момент могут дать еще сильный отскок. Поэтому альты к биткоину сейчас, ну, глобально уже такое себе лонговать. Но если мы увидим вот это приближение к уровню 37-36% по доминации, то я думаю, тогда все шансы того, что мы его пробьем, станут еще больше. И мы увидим тот самый масштабнейший альт-сезон, который так все с вами ждем. Но и после этого нужно будет не забыть зафикситься в биток обязательно, потому что все-таки биток – это всему голова. Какие-то такие сегодня мысли. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если вы новенький, подписывайтесь на канал, соблюдайте риск менеджмент обязательно, как вы уже поняли. И не влезайте в щитки, которые на хаях. Всем профитроли, с вами был Гриня, это канал Крипто Комманс. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok